Репортажи, стримы, матчи, интервью, новости. Все это Cybersport.ru Здравствуйте, товарищи, друзья, коллеги, нагибаторы, статисты, раки, олени. Сегодня у меня для вас грустные новости. Дошла информация, что самый главный тяжелый танк в немецкой ветке 10 уровня будет занерфлен. Неокончательная информация, возможно что-то изменится, но уже есть повод у всех любителей немецкой техники немножечко загрустись. Данная печальная информация была сегодня опубликована в официальной группе World of Tanks самими разработчиками. Скорблю вместе с вами, грущу вместе с вами. Всем привет, ребята, с вами Джофф. И что, реально купились, что весь видос будет такой? Нет, на самом деле нет. Извините за мой такой немножечко домашний вид, только вот из души вернулся, с утра на арте поиграл и вы сами понимаете, нужно помыться. Итак, друзья, не буду ходить вокруг да около. Мауса нерфит, друзья, да, Мауса нерфит. И вы думаете, Джофф, почему такой радостный? А мне, знаете, ребятки, мне радостно при мысли о том, что сейчас скажут те люди, которые писали у меня под видео в комментах, типа, Муразор такой-сякой, он любит только немецкие танки, только их апает, а все остальные нерфят или перебалансируют, или там что-то другое с ними делает. И вот тут буквально-таки самый главный немецкий танк World of Tanks, его нерфят. Когда, пока что непонятно, как именно, есть только предварительные данные, но тем не менее, это так. Итак, сейчас мы тут переключим. Опа! И, собственно говоря, вот у нас само сообщение. Вот что пишут сами разрабы. Сегодня мы запускаем новый этап супертеста. В этом супертесте мы продолжаем вносить правки в премиум технику, а также приступаем к переработке сверхтяжелых немецких танков 9-го и 10-го уровня по ветке Мауса. Теперь подробнее о немецких тяжах. Начнем с топа. Как вы помните, ТТХ Мауса уже менялись, благодаря чему его эффективность в бою существенно повысилась. Внимательно изучив ваши отзывы и статистику, мы решили внести некоторые правки и скорректировать эффективность этой машины. Окей. Что изменится? Суть Мауса, как бронированная крепость, останется неизменной, несмотря на то, что огневая мощь и количество очков прочности уменьшатся. Среди прочего, мы также исправим некорректное бронирование днища корпуса и вернем его с 250 мм к изначальным 50 мм. Кстати, друзья, буквально вчера на стриме мы катались на 49-ках и пытались закинуть фугаса Маусу под днища. И в комментах у меня прямо на стриме в чате чувак написал, блин, там на днище 200 мм. Ну, немножко ошибся, там на самом деле 250, поэтому урон туда не проходит. Типа Муразор такой-сякой апнул свои любимые танки. И вот буквально сегодня поступает информация, что да, с 250 мм до 50 мм возвращают ему бронирование. Вот, и с одной стороны это очень верно, потому что 250 на днище это полный бред. С другой стороны, я расскажу, почему для Мауса водов это очень печально. Дальше, с Маус-членом теперь тоже история отдельная. Мы хотим облегчить исследование Мауса, но Маус-член это был такой, ну не кактусовый танк, но достаточно неприятный. И разработчики протестировали вариант с увеличением подвижной базовой, извиняюсь, ходовой Мауси. Благодаря этому играть на мушонке станет комфортнее и добраться до Мауса можно будет быстрее. Что, простите, Маус-член реально печальный тяж. Один из самых грустных, неиграбельных тяжей девятого уровня. Даже, наверное, самый грустный, может это даже МХ-520 получше будет. И разработчики что делают? Мы хотим облегчить исследование Мауса, поэтому протестируем вариант с увеличением подвижности базовой ходовой. Базовая ходовая, это которая стоковая ходовая, я правильно понимаю? То есть, танк говно, чтобы сделать его не говном, разработчики апают стоковую ходовую. 10 из 10, друзья. 10 апов из 10, 10 апов техники из 10, молодцы, молодцы. Дальше разработчики пишут. Следующая према в очереди на пересмотр ТТХ, немецкая према ПТСАУ восьмого уровня. Ну, ягдтигры льготные, 8.8, ягдтайгер, пулемет. Мы увеличим ее подвижность до уровня исследуемого аналога этой ПТСАУ девятого уровня. Круто, круто. Благодаря этому характеристики 8.8 улучшится и исчезнет ситуация, при которой у почти идентичных по массе и мощности двигателя машин была разная подвижность. Что думаете о таких правках? Пишите в комментариях. Ну, друзья, во-первых, по поводу Мауса. Я уже вам говорил, при всей моей любви к этой технике, я сам люблю Мауса катать, я на нем выполнял лбазы и так далее. Он был переапан. И вы, если у вас есть в ангаре ИС-7, вы понимали, что он переапан, потому что практически в любой ситуации один на один Маус вырубал любой танк. Потому что у него и броня, и количество ХП, и ДПМ, и точность лучше, и пробой нормальный, и альфа хорошая. То есть, все хорошо у него было. Разработчики, как вы тут видите, да, по ТТХ, видно. Вот, они снимают 200 ХП, но это спорное решение. Я бы, честно говоря, не стал снимать ХП, потому что ХП-шки в нашем современном World of Tanks это такая вещь, они как бы есть и как бы нет. То есть, есть в команде 30 тысяч ХП, через 5 минут уже вся команда слилась. То есть, это такая вещь, ну, скилловые игроки могут свои ХП использовать, разменивать и так далее. А раки как сливались, так и сливаются. Для них эти 200 ХП особо роли, как говорится, не роляют, я бы их оставил. Ну, что разработчики делают, они делают танку меньше ДПМ. Вот, добавляют тут, получается, плюс 1,3 секунды. Ну, там ДПМ, по их словам, возвращается к тому значению, который был до апа. То есть, у Мауса ДПМ будет не хуже, чем был до апа, именно такой, который до апа. Это я поддерживаю. По поводу ХП-шек, честно говоря, не знаю, зачем это, возможно, оправдано, возможно, нет. Вот, но, с другой стороны, я понимаю, что Маусу больше нерфить особо нечего. Вот, он и так реально, реально хорош. Вот, точность хуже делать, ну, такое. Вот, поэтому, возможно, вот эти 200 ХП есть. По сути, нерф, на самом деле, очень слабенький, вот, такой прям лайтовый, лайтовый, то есть, будет чуть хуже ДПМ, чуть хуже скоростливность и минус 200 ХП. Ну, 200 ХП такое, блин, как по мне, вообще особо неравляет. Не, есть, конечно, куча ситуаций, когда у тебя там 500 ХП остается, и ты можешь что-то танковать, но, блин, чаще всего твоя команда сливается за 5 минут, и ты ничего не можешь уже сделать. Вот, по Маусу вопроса, в принципе, нет. На нерф он опрашивался давно. Вот, в том числе, друзья, воспринимайте этот нерф и так, что скоро же буду тапать советскую технику. Вот, разработчики сказали, что вот уже скоро-скоро мы сольем ТТХ, какой будет ИС-7, какой будет ИС-6, КВ-5 и так далее, вот. Так что нерф Маусу можно воспринимать одновременно, как и АП, ИС-7 и прочих других танков 10 уровня, потому что Маус был очень, очень жесткий. При этом, я не особо одобряю нерф Тай-5 Хэви, потому что по броне Тай-5 Хэви, как по мне, был ок, голдой его и так шьют во все дыры. Вот, а вот голдовые фугасы на фугасной пушке, ну, такое, я бы с ними что-то сделал, лучше бы вообще их убрал. Насчет Маус-Члена, ой, ну это бред полный. Танк очень кактусов, очень неприятный, ему дают подвижность базовой ходовой, о чем вы, друзья? Чтобы сливаться по маневрению или что? Ну, Яга-8-8, нормальный такой АП, вот. Я не думаю, что с этим АПом ПТ-САУ это как-то будет намного легче играться. Ну, возможно, кто-то будет ее почаще вакатывать рэндом, вот, в принципе, и все. Вот такие вот, ребятки, сегодня новости, вот. Вот, единственное, что мне в этой ситуации забавно, друзья, что очень многие из вас, ну, я вот по комментариям это замечаю, писали у меня в комментах за последние, наверное, месяца 2-3, что, ну, с момента вот АПа патчи 9.17.1, немецкой техники, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, они писали, что Мурзор такой-сякой, Мурзор плохой, Мурзор там-там-там-там. И я согласен с некоторыми моментами, в том плане, что мне вот не нравится оглушение, вот. Мне, может быть, что-то не нравится в каких-то других правках, да, вот. Я там не согласен до конца с Батчатом, потому что мне кажется, что все-таки оптимально это, наверное, там и новую, и старую пушку оставить и так далее. Вот, но меня удивляет то, что многие пишут, что Мурзор немцефил, вот, что он, типа, делает поблажки для немецких танков. По-моему, это, ребята, полный бред. Вот, на самом деле, мне кажется, Мурзор абсолютно плевать, немецкий, американский или французский, просто все мы люди, все мы ошибаемся. Вот, и сегодня как раз я у разработчиков прочитал информацию о том, что каждый танк в картошке при ребалансе, при выкате ребаланса на общий тест или на супертест проходит там 3-4 месяца, пока они это внутри там все тестируют. Вот, да, это бюрократия, да, это очень долго, да, там один танк тестит 4 месяца, это, как по мне, полный абзац, но вот так это все происходит, поэтому и даже после такого бывают ошибки. А, и, кстати, насчет Мауса, насчет нерфа днища, забыл совсем сказать, почему это будет очень грустно для владельцев Маусу. То есть, вот эти 200 хп, это полный бред, ну, 200 туда, 200 сюда, как говорится, ну, что, не на базаре же. ДПМ тоже полная фигня, не особо роляет, Маус все-таки должен не наносить урон, как на мой взгляд, а танковать. Но, нерф днища, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, готовьтесь, товарищи Маусоводы, к тому, что если вы будете на Маусе катать в ранговых боях, куда все артоводы перебрались, вот, по вам будет нормально сплэшом залетать. То есть, если раньше сплэш рядом падал, и Маус получал, там, 100-200 хп с подбоем, то сейчас, если под днище залетает чей-то фугас или рядом с днищем, поверьте мне, будет заходить, скорее всего, даже больше, чем если бы по вам был какой-то прямой выстрел, какой-то артиллерии, там, какого-то Т-92 или ГВЕ или так далее. Так что, вот, в этом плане, это будет заметно. А на этом, в принципе, все. Что могу сказать по итогу? По Маусу, окей, по Яге, окей, по Маус-члену его надо сильнее аппать, ему нужно больше подвижности и, наверное, лучше точность. Я хз, но он просто, он ни о чем играется, он хуже любой девятки. Вот мое мнение. Спасибо, что посмотрели, жмите лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Пока-пока. Если ты уже подписан на мой канал, то не забудь, пожалуйста, нажать еще на этот колокольчик. Нажав его, ты будешь получать все оповещения о новых стримах и видео. Субтитры сделал DimaTorzok